События, мнения, последние новости региона. Все это в нашем информационном выпуске. В студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев сегодня встретился с представителями СМИ. Время беседы он рассказал, чем в первую очередь займется на новой должности. При этом отметил, что за два дня погрузиться в проблематику Владимирской области достаточно сложно. Поэтому что-то он возьмет на контроль. Чтобы услышать вопросы от жителей региона, в Рио губернатора накануне завел страницы в социальных сетях. В силу занятости вести их будут его помощники. До него обязательно дойдут самые проблемные темы и обращения. Ведь в области он намерен задержаться. В сентябре временно исполняющий обязанности Александр Авдеев примет участие в выборах на должность главы региона. Я не знаю ни одной территории, где у кого-то что-то получилось за первый год, за два, за три, четыре и так далее. Фундамент преобразований закладывается как минимум пятилетки. Не просто так в советское время, но и сейчас в Китае живут пятилетками. И поэтому если нам предстоит поработать над серьезным развитием, не просто поучаствовать в национальных проектах, это очень важно. ФЦП, госпрограммы и так далее. То это годы, это не год, это даже не пять лет. Уже сегодня в Рио губернаторы проведет ряд совещаний с представителями облздрава и главврачами районных больниц. Речь пойдет о проблемах в сфере здравоохранения. В списке восемь пунктов. Обсудят и борьбу с коронавирусом в регионе. Уже сейчас Авдеев отметил очень маленький запас ковидных коек. По его мнению, нужен еще один ковидный госпиталь. Предстоит в Рио губернаторе решить и проблему с оттоком кадров. Особенно остро стоит вопрос в сфере медицины и образования. Пока же в Рио губернаторе будет собирать собственную команду заместителей. Работать он намерен с местными управленцами. Те люди, которые работают здесь, они лучше знают ситуацию и времени на то, чтобы там как-то там долго-долго входить, притираться, у нас, наверное, его нет. Может быть, один-два человека, которые, ну, мне очень важны с точки зрения, наоборот, более быстрого вхождения в вопросы региональные, наверное, может быть, появятся. Но, поверьте, это не тотальная замена такой команды, которая, знаете, там, вот, не знаю, там, условно... Кризис об этом? Да, то есть нет. В данном случае это точно будет опора на те кадры, которые есть. Ежедневная статистика по коронавирусу в регионе продолжает расти. 239 новых случаев выявили за прошедшие сутки. Общее число зараженных за все время пандемии приблизилось к 56 тысячам человек. В больницах региона развернуто 1879 коек для пациентов с COVID-19. 95% из них заняты. Первый этап вакцинации от коронавируса прошли более 336 тысяч человек. Две прививки сделали 318 тысяч жителей области. И к другим темам. Во Владимире теплоснабжающая организация провела реконструкцию котельной на улице Диктора Левитана. После того, как в районе построили новый дом, мощности оборудования перестало хватать для полноценной подачи тепла. После ремонта проблему решили. Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Есть задание для котлов. В данный момент оно стоит 85 градусов. Это температура котлового контура. Современное оборудование котельной не требует постоянного присутствия людей. Щит управления контролирует работу котлов автоматически. Температура воды устанавливается в зависимости от того, тепло или холодно за окном. Реконструкцию котельной на улице Диктора Левитана провели летом этого года. Раньше здесь было всего три котла. И мощности не хватало. Поэтому установили дополнительный агрегат. Это грозило быстрым износом и ремонтом, приведением к аварийной ситуации. Дополнительно был поставлен еще один котел мощностью 1100 кВт, сетевые насосы и увеличение теплообменных аппаратов. Проблемы с нехваткой мощности котельной начались в 2015 году, когда в районе построили новый дом. При сильных морозах температура горячей воды и батареи в домах местных жителей была ниже, чем нужно. Сами потребители как таковы это не чувствовали, но мы обязаны, как теплообменная организация, в любом случае выдерживать установленный режим. Теперь эта котельная абсолютно при максимально зимнем возможном режиме нашего региона сможет обеспечивать в полном объеме всех потребителей тепловой энергии. Котельная на улице Диктора Левитана обслуживает 17 жилых домов, школу и административное здание. Местные жители отмечают, проблем с подачей тепла в районе они не замечали. Жара у нас в квартирах. Ну я не знаю, у нас-то вот не жара, но нормально. Топит по погоде. Как холоднее, оно еще и жарче. По прохладнее, значит батареи по прохладнее. У нас вообще невозможно. Мне прям вот это, у нас до 28 градусов дома, вообще невозможно. Всего на реконструкцию котельной потратили больше 9 миллионов рублей. На время ремонта горячую воду не отключали. В настоящее время на объекте завершаются пусконаладочные работы. Татьяна Гордеева и Сергей Власов. Во Владимирской области прошли тренировки по гражданской обороне. Одна из них была отработана на Владимирской обувной фабрике. По легенде, на предприятии произошел взрыв и выброс в воздух вредных химических веществ. Спасателям предстояло быстро вывести людей и потушить начавшийся пожар. В тренировке участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Цель данных учений была отработка действий личного состава по ликвидации возможного пожара, а также ликвидация розлива охов. В конкретном случае были отработаны обе вводные и проверены действия личного состава. Финал Всероссийского конкурса. В эти дни в разных городах страны проходит заключительный этап 4-го национального чемпионата «Навыки мудрых». За звание лучшего по специальности соревнуются 300 человек из 63 субъектов нашей страны. Дошли до финишной прямой престижных состязаний и представителей Владимирской области. Один из претендентов на победу – учитель физкультуры из Владимирского педагогического колледжа. Он выступал на базе Муромского образовательного учреждения. Все подробности в нашем материале. Юрий Померанцев готовится к выступлению. Для того, чтобы сделать презентацию, у учителя физкультуры не больше часа. Да, современный спортивный урок – это не только отжимания и приседания. Это целая философия, где важна не только физическая, но и теоретическая часть. Каков должен быть баланс калорий? Какое должно быть потребление калорий? Ну, фактически в каждом разделе – и двигательная активность, и потребление воды, и сон. Все это в общем-то в общем чертах мы знаем, но иногда есть такие вещи, которые более конкретно для тебя необходимы. И когда ты ими руководствуешься, ты чувствуешь себя здоровее, лучше, физически активнее становишься. На учителя физкультуры, которому почти 60 лет, в финале конкурса «Навыки мудрых» ложится двойная нагрузка. Ведь помимо своих основных обязанностей педагога, он должен и с техникой разговаривать на «ты». Этот процесс для него признается головная боль. Но и состязания далеко не районные. К тому же современные реалии диктуют свои правила. Компетенция называется физическая культура, спорт и фитнес. То есть это некий симбиоз. Это еще какие-то действия технического характера. И современный специалист в нашей области должен обладать различными умениями и навыками, связанные не только с физической культурой. Презентация закончена. Время приступать к практике. Задание финала – привлечение населения к здоровому образу жизни с использованием современных цифровых технологий. К вам пришла улучшить свою физическую форму. Проведите, пожалуйста, для меня экспресс-консультацию. Прежде чем приступить к тренировке, специалист проводит беседу. Ведь чтобы правильно подобрать курс и методику занятий, надо знать ответы на вопросы. Сколько человеку лет? Чем он занимается? Сколько времени уходит на сон? Какой рацион питания? И необходимо не только разжевать информацию, но и визуализировать рассказ. У вас вес 52 килограмма. На каждый килограмм 30 миллилитров необходимо. Умножаем 52 на 30. И получается, у нас вы должны выпивать не менее полутора литра воды в день. Сегодня спортзал оборудован видеокамерами. Конкурсная комиссия пристально следит за финалистом. Помимо тех, кто оценивает, есть еще и наблюдатели. Они контролируют техническую часть выступления. Старт площадки, финиш площадки. Были ли какие-то нарушения? Когда участник сдал протоколы, когда он сдал шаблоны, когда он сдал или выполнил задания, уложился или не уложился во времени. Учитель физкультуры из Владимирского педагогического колледжа в статусе преподавателя уже 15 лет. Сначала работал в Брянске, в филиале Московского университета МВД. Затем переехал во Владимир и устроился в колледж. Сегодня он не только активно пропагандирует здоровый образ жизни, но и сам регулярно плавает, бегает, катается на велосипеде. Есть категория людей, которые занимаются и всегда, и везде, и в любом состоянии. Вот я отношусь к этой категории, которая занимается физкультурой. С детства мастер спорта по дзюдо еще в юношеском возрасте выполнил. А потом, так как связал свою службу с силовыми структурами, мне сам Бог велел заниматься физической культурой. Юрий Померанцев с заданием справился. Уложился вовремя. Теперь представитель 33-го региона, как и другие 10 финалистов в категории физическая культура, спорт и фитнес, с нетерпением ждет своих оценок. Археологи продолжают исследовать древние поселения, обнаруженные во время раскопок на месте строительства трассы М-12 Москва-Казань. Объекты культуры каменного и бронзового веков обнаружены в районе Навашинской поймы в Нижегородской области, недалеко от города Мурома. Места древних стоянок здесь были открыты еще в 19-м и 20-м веках, но полноценные раскопки на большой площади проводятся впервые. По словам специалистов, в ходе исследований было найдено около 20 тысяч орудий каменного века. Древние люди использовали их в быту и на охоте. Также археологи обнаружили кости лесных животных, например, лосей и останки рыб. Для каменного века это уникально. Несколько из объектов раскопаны полностью. И это дает нам уникальную возможность посмотреть планиграфию для этих памятников целиком. Найдены жилища, найдены места разделки добычи. Возможность исследовать сразу же целый пласт на этой территории – это, конечно, большая удача. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Выпуски новостей доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные новости. А если вам нужна наша помощь, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Вечерний итоговый выпуск новостей проведет моя коллега Ксения Садова. Ровно в 19.00.